и друзья сегодня у меня не будет урока вязания сегодня у меня будет информация которую покажу вам работу которая занималась последние две-три недели это было вязание но вязание я себе связала 3 шапочки теплые шапочки вот с такой вот пряжи но это шапочки с полями шляпы вот у меня было 4 вот таких вот к моточка они секционно окрашенные но все четыре моточка были разной расцветки здесь в каждом точке 100 грамм и 260 метров как раз получился один моток и одна шляпка теперь я вам покажу эти шляпки первая шляпочка у меня была вот такая вот с полями я вязала когда я взяла в руки этот моток я никак не могла понять как расцветки могли совмещаться ведь розовая бордовая малиновая бордовая это по классике это противоположное они не совмещается эти расцветки но вы представляете вот именно вот эти вот любые ряды рябые расцветка пряжи она как-то скрасилась здесь еще и бордовые появлялись расцветки и малиновые даже появлялись ну в общем вот так вот вот такая у меня получилась шляпка с полями второй моток пряжи у меня был тоже красивый я считала что это да действительно красивый мне он понравился это были только сера светлая тона здесь у меня были тона светлые совсем светлые но не белые но не белые были были рябые такие и были серые темно-серые светлой серые и все это красиво красиво совместилось у меня от этой шляпки остался вот такой вот кусочек пряжи из этих 100 грамм видите от пряжи вот такая вот вот с такой расцветкой секционно окрашенная было серые рябые вот такие вот серый цвет темно-серый цвет это у меня была вторая шляпка я потом подробно на еще остановлюсь и 3 шляпка которая мне больше всего понравилось этот в таких синих светлых коричневых тонах это же самое и светло-коричневые и темно-коричневые и синие и почти темно-синие но когда они совместились вязки они смотрелись очень красиво теперь я вам расскажу об узоре какой узор все три шапочки шляпки у меня связаны одним узором этот узор называется попкорн если вы когда-то видели по и початок кукурузы из которой делают жарят попкорн вот вот початок кукурузы он вот так вот и смотрится но узор называется не кукурузка попкорн теперь я остановлюсь на каждой шапочке отдельно все три шапочки у меня получились разные по размеру вот они все у меня разные по размеру первая шапочка я связала ее вот она такая получилась плотная толстенькая такая потому что я ее вязала вот таким крючком это крючок два с половиной и поэтому вот такая толстая пряжа и на два с половиной крючок получилась такая вот относительно плотная и количество рядов количество петель одинаковая ну почти одинаковая это одна шапочка вторую шапочку я связала крючком у меня здесь был крючок 4 миллиметра вот здесь вот видно надеюсь видно 4 миллиметра и вы знаете шапочка получилось гораздо больше хотя и количество петель одинаковое и количество рядов у меня одинаковое количество рядов единственное что на полях я сделала побольше поля и вот получилось что значит разные инструмент разные крючки и вот эта шапочка это самая лучшая шапочка я не и связала крючком три с половиной значит вот эта толщина пряжи и и крючок на три с половиной я считаю что это очень хорошо подходили они друг другу и так они все с полями здесь у меня поля небольшие здесь у меня большие поля получились просто специально хотела сделать большими полями а здесь получились у меня совсем вот маленькие поля вот вот такие маленькие поля теперь я сейчас вам все эти три шапочки покажу как говорится в 3d объеме так я вам показываю первую шапочку которую я связала это в розово-красных тонах но у меня нет до чем поставить нету головы и поэтому я воспользовалась вот таким трехлитровым бутылем и считаю что это довольно удачно вы знаете что манекен у меня есть черный без головы ну а шапочку на было шляпки надо было показать на каком-то объеме вот этой шапочки к этой шляпки я подобрала вот такой вот ярко-красный шелковый шарфик думаю что это будет красиво смотреться обратите внимание что у меня здесь поля вот такие жесткие я сюда ввязала специально купила леску и я сюда ее ввязала это первая шапочка это вторая шляпка ну как обратите внимание она такие немножко великовато все же из-за того что крючок у меня был четвертый номер ну это конечно получилось она рыхлая и такая вот немножко большая на меня сюда я тоже можно одевать такой ярко-красный шарфик ну как сделать яркое пятно сюда подойдет и другие шарфики я считаю что к такой шапочки еще может подойти вот такой голубой шарфик голубых оттенках но все же мне кажется что ярко-красный будет более так и насыщенной и интереснее в этот край я тоже вставила леску и это моя третья шапочка что хочу сказать этой шапочки я сюда не вставила леску и поэтому я специально не ставила и здесь сделала вот чтобы она немножечко вот так вот подгибалась шарфик сюда подойдет или косынка или шарфик к синему желтая прекрасно подходит вот такие у меня три шапочки и четвертое на подходе и так друзья я заканчиваю вот такой вот небольшую информацию о своей работе которые я делала последние две или три недели на следующей неделе или завтра послезавтра я начну урок вязания вязание вот такой шапочки шляпки с полями так что присоединяйтесь ко мне мы будем вместе вязать я расскажу как вяжется донышко как вяжется основная шапочка которая называется тулья и покажу как надо вязать поля поля узенькие или поля широкие это все зависит от количества вашей пряжи итак друзья до свидания ждите следующий урок вязания шляпки для наших любимых головок и притом тепленькие всего самого хорошего пишите мне комментарий понравился ли мы сегодняшние видео и если у вас желание связать вместе со мной головной убор до свидания и и и и и и и и